Всем привет! Говорим сегодня о факторах успешности стартапа. Мы говорим о том, что у нас есть идея, с чего начинается стартап. У нас с вами есть бизнес-модель, у нас с вами есть команда, есть финансирование и есть время выхода на рынок. Что из этого самое важное и каким образом нужно организовывать работу своего стартапа. Мы говорим о том, что идея – это важно, и без идеи никуда стартап не организовывается. Но время выхода на рынок является более важным для стартапа, поскольку может быть уже много идей, может быть высокий уровень конкуренции в данном сегменте, соответственно, выходить со стартапом на этот рынок будет уже изначально неориентабельно. Либо же наоборот, рынок не готов, необходимо провести информационную кампанию и донести, что вот уже все есть и можно покупать, либо же подождать. Дальше мы говорим с вами о том, что у нас с вами есть команда. И команда обеспечивает, конечно, работу с потребителем, с разными моментами, потребностями, изменения потребностей потребителя. То есть команда на все это реагирует. Это тоже очень важно. Дальше мы говорим о том, что у нас с вами есть бизнес-модель, когда компания имеет четкий план, как получать доход, и это тоже очень важно. И дальше мы говорим о финансировании, то есть достаточно денежных средств для того, чтобы стартап начал нашу работу. Что из этого наиболее важно? Команда очень важна, время выхода важно, идея важна, все важно. Но если мы с вами проведем такое небольшое ранжирование, то мы можем говорить о том, что самое важное это время выхода на рынок. Когда ваша продукция, ваш стартап, ваша работа будет пользоваться спросом на рынке. Дальше мы говорим о том, что на втором месте у нас команда, которая будет реагировать на все изменения и адаптировать все эти изменения в работе команды, в работе стартапа. Третье, конечно, идея, поскольку без идеи, без сущности вашего стартапа, без содержания тоже невозможно работать. Дальше мы говорим с вами о бизнес-модели. Поскольку даже если вначале у вас нет бизнес-модели, но когда уже будет сформирован спрос, то либо же найден этот спрос, соответственно, мы с вами можем говорить о том, что бизнес-модель можно адаптировать, изменить, и все будет хорошо. И последний фактор, пятый, это финансирование. Мы говорим о том, что сегодня недостатка денежных средств и путей формирования финансирования, путей формирования финансового капитала для работы стартапа очень много. Поэтому найти финансирование не составляет труда. Такое ранжирование пяти элементов успеха компании очень важно и для понимания того, что нужно. Нужно понимать спрос в первую очередь и время выхода на рынок стартапа. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До встречи. Пока-пока.